Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки – один из этапов приведения дорог в нормативное состояние. Процесс начался 13 апреля, но из-за ухудшения погоды его пришлось прервать. Теперь вернулись к выполнению задач. Трудятся в основном ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Минимальный дорожный трафик позволяет беспрепятственно, оперативно и аккуратно справиться с нанесением разметочного материала и обеспечить его полное высыхание, чтобы во время эксплуатации дороги линии прослужили как можно дольше. Материал разогревается до 200 градусов, тщательно перемешивается до нужной консистенции, а потом наносится на предварительно очищенную проезжую часть. После нанесения краска должна просохнуть. Ездить по разметке в это время нельзя, поэтому за основным автомобилем, благодаря которому через экструдер на дорожное полотно поступает разметочный материал, следует машина прикрытия. Сейчас бригады подрядной организации выходят на те участки уличной дорожной сети, где разметку нужно восстановить в рамках гарантийных обязательств. Работа организована и на опорных объектах дорожной инфраструктуры, например, на улицах Авроры, Гагарина, а также в историческом центре на Волжском проспекте, улицах Молодогвардейской, Максима Горького, Чапаевской, Льва Толстого и других, включая примыкающие к площади Куйбышева. Знаковые локации, которые будут задействованы в проведении майских праздников, приведут в порядок в первую очередь. Качество работ контролируется на всех этапах. Разметка у нас по итогам прошлого года была унесена порядка 120 тысяч квадратных метров, это более 400 улиц. Все они включены в работу и по мере продвижения разметка обновляется по всему городу. Наносить разметку будут в разных частях города до сентября, поскольку после окончания работ по гарантии начнутся работы по нанесению разметки в рамках контракта текущего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.